привет лисяне гости жители моего сказочного леса я начинаю новый набор и это обережка от созвездия а какой-то обережка секунду взяла вышивать оберег лошадку это от созвездия 12 штук их всего вы уже наверное знаете помните цветов здесь немного красный черный 3 похожих на желтых но песочный светло-желтый и темно-желтый обычно желтый икреник и несмотря на то что цветов мало шиться будет интересно потому что два бленда и потому что опять нитки перетираются вот как-то сразу не заладилось каждую клеточку пытается каждую клеточку нужно клещами тянуть нитку на иголку она не тянется она не проходит в эти ушки вот не как я определяла где перед и зад никак здесь тоненькие совершенно надо было вот это передами сделать но они совершенно идентичны две половинки поэтому если бы я это сделал передом то там был бы наоборот вот так что нитки перетираются вот сколько клеточек все нитка перетерлась разорвалась несмотря на то что не заладилось надеюсь все таки быстро вышить вот уже сколько вышло немножечко совсем и у меня вопрос производителю вот это вот что как я по вашему пробью деревянную канву я не понимаю вообще не конечно же я уже понимаю как я буду вышивать как я хочу видеть этот лошадь но интересно интересно вот мотивация производителя 4 неспешных дня вышивки вот так выглядит ну совсем неспешно мне очень нравится но как всегда bestex нитки это то еще опа и еще есть тут один косяк ну как впрочем и во всех предыдущих наборах схемах не знаю сейчас покажу смотрим вот здесь вот этой клеточки нет перфорации для нее то есть у нас получается 1 2 3 4 5 6 7 а здесь 1 2 3 4 5 6 тена нет ее и тут вот два две клеточки как такой столбик а здесь 3 3 3 тена где дырочки на основе где где ну и теперь друзья пришла пора похвалить созвездие ниточки конечно у них не очень зато как они делают эту перфорацию что она у них не мажет светлые тона не одной клеточки чтобы она окрасилась в темно-коричневый или серый как это происходит в деревяшках от мп студии просто вот как они рт о тоже кстати качественно делает свои деревяшки не знаю может быть технология у них другая ну вот видите в масштабе с моей рукой и уже почти две лошадки ну как две две половинки одного целого лошадки готовы здесь остались золотые ниточки здесь я сейчас самые светлые вышиваю и потом золотыми просто золотыми очень не очень работать тяжеловато они не они как леска себя ведут они не ложатся красиво они гнутся они заламываются сейчас я для примеру в виду в кадр вот тоненькие с ними еще пойдет одна из желтых ниточек и одна вот такая тоненькая золотая вот поэтому оставила эту прелесть не мучений конечно это удовольствие вышивка для меня но эту прелесть оставил на потом сделаю сразу обе потом сделаю бэкстич здесь нет бисера кстати в предыдущих двух работах был бисер причем много здесь его изначально нет я думаю по глазка в свой бисер пришить но это все в будущем в будущем какая все это вышью тем более что я не спешу и все замечательно я уже распланировала как буду вышивать следующий набор и следующем у меня пойдет домовенок потом подорожницы потом неразлучники то есть весь август я посвящу вот этим вот елочным игрушкам с сентября у меня начинается производство ватных игрушек поэтому не пропустите ватные игрушки игрушки из ваты на манер советских я буду наверное на продажу делать не знаю вот есть у меня такая задумка хочу помочь мужу зарабатывать поэтому получится не получится предыдущие ватные игрушки я оставлю где-нибудь вот в этом углу оставлю ссылочку как я делала деда мороза со снегурчикой как я делала всякие грибочки лисоньки в общем смотрите повторяйте давайте делать вместе друзья я реально задолбалась вот эту вот половинку вот эта часть неудачная не выживальная части деталь как дело в том что с обратной стороны практически все дырочки не до конца просверлены и представьте мне приходится туда и обратно тянуть клещами здесь все идеально здесь все хорошо шло а здесь я уже вот сегодня 3 августа я наверное дня три уже и швы и ничего здесь я там за час-два вышила имею ввиду blend серебристым металликом так представьте серебристый металлик неровно ложится то есть каждую каждый стежочек нужно провожать глазами иголочка исправлять еще и клещами тянуть у меня уже пальцы у меня уже вообще все нервы мои нервы я не ручаюсь за себя чуть-чуть осталось когда я это все доделаю я постараюсь конечно ближайшие дни закончить эту работу друзья спешу поделиться как выглядит работа без бэкстича не обращать внимание на посторонние звуки коты решили подраться ну поиграть дерутся то они так по наружку не по-настоящему а вот последние мгновение когда можно увидеть только крестики и в следующем кадре ну для меня это пройдет может быть даже несколько дней а вы следующем кадре уже увидите почти готовую работу останется только склеить две половинки кстати обрабатывать их сейчас не буду жгутом вот этим красным подожду когда вышью еще три да и тогда все вместе сделаю ну просто хоть не хочется возиться с клеем хочется уже раз и навсегда там ну не навсегда понятно до следующей покупки следующих наборов из этой серии поэтому увидимся в следующем кадре что-то у меня много слова следующий до следующей встречи сегодня мы займемся тавтологии правильно давно пора потому что некоторые отдельные ребята часто этим грешат как бы неба не было бы чего бы было бы как бы неба не было бы сижу я значит вышиваю и тут приползло но горячей но ему важно именно на коленочках у меня поспать мой ты малыш соскучился не надо горит вышивать надо кладить барсичков на зайчик видите мы какие сладкие котики я вышиваю так вот кулак сжал вот удовольствие сжал кулак 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 глаз не заживает просто держится эти как-то держится да да малышь Я вышиваю так вот, стремяюсь к правому боку, он подлезает под руки под камерой, чтобы я не останавливалась, в общем, вышиваю. Вот мы видим две половинки, пока еще мы можем в одном кадре видеть обе эти половинки, но через мгновение они станут одним целым самой красивой лошадкой в мире. А почему самой красивой? Потому что я вложила в нее свою душу, и я очень ценю свой труд. Это будет не оберег, ну, по задумке, конечно, это обережка, но для меня это будет игрушка на елку. Я прям представляю, как вот, когда гирлянда будет мигать, ее будет освещать. И вообще мне так нравится все, куча восторгов, но были затыки в бэкстиче. Дело в том, что два похожих желтых, они на схеме очень похожи, но я решила, что золотистой ниточкой я буду вот здесь вышивать и седло. Да, то есть вот это будет более золотистый, а вот это бледно-желтый и на хвосте тоже. Вот. Бэкстич. Я не знаю, как... Поискала в интернете, как делали другие вышивальщицы, ничего не нашла. Распаковки нашла, как раскрывают наборы нашла с кониками. А вот именно, чтобы вот этот раз... Проговаривался этот момент, ни у кого не нашла. Но я вам говорю, как делаю я. Еще для чего я создаю отдельное видео по каждому оберегу, потому что мне трудно искать, допустим, у других вышивальщиц. Я хочу узнать про конкретный набор. Вот у меня вопрос по бэкстичу. Я хочу его решить. Хочу посмотреть, как другие это делали. И натыкаюсь на то, что не найти вышивальной недели. Копайся, не копайся. Все равно название огромное не впишешь, что она вышла. Там работала над 10 наборами и коника закончила. Я не знаю. Я хочу, чтобы мой канал был удобен и для меня. Я делаю, как удобно было бы для меня. И с расчетом на то, что этим можно будет пользоваться и другим вышивальщицам. Поэтому все вот так. Друзья, вот мои остатки. Я, наверное, впервые за всю свою вышивальную карьеру могу сказать, что мне бы хватило на второго такого коника, если бы были деревяшки. Но их достаточно так много. Много осталось вот этой железной нити. Креник? Креник? Или это не креник? Нитки бестокса. Нитки бежевая, по-моему, рвалась ужасно. И черная. Самые какие-то такие гнилые, можно так сказать. Ну, то есть завязываешь узел, и этот узел у тебя в руках остается. Вот, настолько. Остальное все прекрасно. Ничто нигде не перетиралось, не рвалось. А вот и сам наш герой. Вот эти такие зажимы, они очень тугие, с Алиэкспресса. Я специально делаю на сутки, чтобы он хорошо схватился. Приклеила уже. И что? И начинаю уже следующий набор домового. Поэтому не пропустите. Подписывайтесь на мой канал. Давайте вместе вышивать. Я прям... Сейчас все засвечено, но он прекрасен. А с вами была Леся из сказочного леса. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Она у нас хранится вот в этом ящике. А я его помыла, и сейчас там хранится барсили. Ты же не собака! Зачем тебе будка? Кошцик мой! Барсичка! Нормально тебе там? Чей это нож? Нож, чей нож? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан! Оп! зайчик удобно зайчику вот такой у нас барсик